дорогие друзья здравствуйте сегодня я хочу вам показать вот такой вот огромный куст трейлерной фиалки сорта называется 23 река волка это ампельный трейлер стандарт с кроновой пестролистностью значит стандарт это означает что розетка не маленькая крупная фиалочка кроновая пестролистность это вот такие вот пестрые листики в центре розеточки кроновая пестролистность она не постоянная когда фиалка взрослеет входит фазу цветения листики зеленеют то есть пестролистность это исчезает пугаться этого не нужно это норма особенности сортовая особенность такая значит вот этот куст у меня сформирован из трех фиалок которые я однажды высадила в одно кашпо сейчас эти фиалочки уже активно начали посынковаться даже вон бутоны каждая розеточка заложила то есть все идет по плану так как и должно быть для ну для трейлера для роста трейлера вот вырастить такую же красоту может абсолютно каждый нет никаких совершенно секретов и ничего сложного справиться даже новичок самое первое что вам понадобится если вы хотите вырастить трейлер такой вот полянкой это три фиалки одного сорта и чтобы эти фиалки были одинаковых размеров категорически нельзя высаживать в одно кашпо разные сорта и разные по размеру фиалки все должно быть одинаково одно и то же обычно высаживается полянка из трех розеток почему не пять или же не семь в принципе можно и 5 и 7 и 10 вся сложность заключается в выборе в правильном выборе размера кашпо да и я бы еще отметила еще одну сложность как распределить правильно розетки ну допустим круглая кашпо да и вам захотелось высадить в него пять розеток во первых это нужен таз во вторых пять розеток это значит четыре по бокам и одна в центре и вот это центральная она у вас будет расти и и забьет боковые либо же наоборот боковые быстрее тронуться в рост и со временем забьют центральную то есть все таки лучше 3 особенно это касается стандартных сортов вот таких вот немаленьких крупных значит размер кашпо тоже важно очень подобрать правильно для стандартных сортов самый такой вот оптимальный размер кашпо должен быть не меньше 20 сантиметров в диаметре вот от 20 сантиметров и до 30 я не пробовала выращивать именно вот в 30 сантиметровых кашпо еще я пока до этого не дошла самая большая самый большой размер кашпо у меня белый жемчуг растет это 24 сантиметра диаметр кашпо так вот допустим вот это кашпо здесь 20 сантиметров также для выращивания трейлеров важна высота очень важно вообще фиалки у фиалок поверхностная корневая система им противопоказаны глубокие горшки а для трейлеров особенно потому что трейлера они жившие еще больше разрастаются чем обычные фиалки допустим вот это кашпо 20 сантиметров диаметр и у меня здесь 7 сантиметров высота кашпо вот это уже это уже не кашпо это это уже ну поддончик такой сюда вот можно поливать с поднизу а сама высота стен сантиметров то есть самое то для трех фиалочек которые растут вот почему нельзя высаживать допустим три розетки стандартного сорта ну в те же 18 или же 12 сантиметров сейчас вам покажу почему потому что будет тесно будет тесно растение будет израстаться вот здесь диаметр кашпо по моему 14 сантиметров тот же сорт 23 река волга высажены примерно в одно и то же время акустики посмотрите разница да вот этот огромные кустище которые уже из-за посынковался и цвести ночью и вот это чудо-юдо а здесь портятся уже листики внизу то есть а фиалочка саса сам куст он еще и не посынкуется ну бутоны там вроде бы что-то там заложилось на вот поэтому для трейлеров очень важно подбирать такой объем размер кашпо чтобы они в нем чувствовали себя комфортно чтобы они у вас и пустились и зацветали чтобы не старились быстро листики вот видите вот это уже старение листа идет это вот молодые листья здесь ни одного нет старого листа вот такой же молодой листики он вполне зеленый и не покоцанный а это тоже все его нужно удалять для того чтобы куст еще казался ну красивым удаляя вот эти старые листья будет у вас оголяться стволик и фиалка но это как называется она очень быстро израстется то есть она зацветет скудненько так вижу цветоносы ну там их очень очень мало но дальше толку с нее не будет ее нужно будет переращивать вот так вот я как раз сейчас вот буду исправлять ситуацию буду делать пересадку вот этому кусту пока еще не поздно жалко мне все таки хочется мне чтобы тоже такой же кустик вырос чтобы он также зацвел вот кстати мои кусты вот именно вот эти они растут они на фитильном поливе они растут на верхнем поливе у меня в торфе агробал в торф и на дно горшочков каждого на дно кашпо я укладывала или же перлит или же циолит вот вот здесь у циолит у меня на дно уложен а вот этот я буду пересаживать я на дно горшочка перлит положила вообще мне понравилось вот именно в качестве дренажа использовать сперлит я вам сейчас объясню почему сейчас принесу еще один кустик вот такой вот замечательный кустик значит это сорт он красная река да здесь одна фиалка в одном кашпо состав кашпо у меня ну высоковатая видите какой высоты и тут по-любому нужен был дренаж укладывать чтобы высоту уменьшить не было у меня просто другого кашпо и а вот эти вот самые дешевые я нашла и как бы по ну хорошо так смотрятся значит состав грунта здесь у меня торф перлит и мог я высаживала вот в эту тарелочку мисочку кашпо как угодно можно назвать небольшую детку то есть это она вот сейчас вот уже разрослась а была она половину меньше и конечно же поливать ну сложно да даже я вот выращиваю фиалки уже давно а у меня тоже бывает и пересушки и изоливы так вот вот этот перлит если вы перелили больше воды дали чем положено перлит впитывает себя лишнюю влагу вот если вы где-то потом не вовремя полили под засушили на скажем так фиалочку он же эту влагу и отдаст то есть работает как дренаж убирает лишнюю влагу и в нужных моментах эту же влагу отдает растению вот так что все абсолютно сейчас фиалки трейлеры которые я планирую выращивать на верхнем именно поливе я абсолютно во все горшочки на дно добавляю перлит если горшок вот такой вот высокий я повыше насыпаю перлит слой перлита если допустим вот такой вот низкий всем до сантиметров то я тут чуть поменьше перлита добавлю сам процесс пересадки исправления будущего кустика как угодно можно назвать я решила вам тоже показать сразу предупреждаю что не получится быстро пересадить потому что сначала нужно привести этот кустик в порядок то есть по убирать вот эти все испорченные листики также будет сложно достать этот куст из керамического кашпо вот ну в общем то давайте приступать к работе значит убираю вот эти листики вот такой вот штучкой кишки вот эту armам смотка и убираю вот такой вот чтобы всеättые поiss Продолжение следует... 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 не сильно слегка и вверх видите у меня здесь без солевых отложений поэтому в принципе верхнюю часть не буду особо трогать немножечко водой поливаю сейчас отстоянной это особо не заморачиваясь я никак вот не записала видео для вас не получилось у меня вот не сохранилась у меня это видео я обещала вам записать видео показать вам фиалки которые растут у меня у моей мамы но она не заморачивается поливая абсолютно все фиалки водой даже не отстоянной и в общем то ничего плохого не происходит фиал там кстати в качестве питания тот же кальций которого мы так боимся на он нужен так ну а теперь давайте пробовать примерять значит вот так может быть сейчас на дно ничего не буду засыпать вот все у меня как идеально стало прям я и дренаж на дно уложила сколько нужно и вот так вот кустики и вот так вот сейчас грунтом просто досыплю и пересадка будет завершена грунт у меня верховой торф влажный покажу вот такая степень влажности здесь тоже немножко перлита и мха у меня не было поэтому верный кубинка добавила перлит и вермикулит в качестве разрыхлителей налетки будут определять романы подборнисью позволь broken льготую спасибо 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 тоже Продолжение следует... Так, ну вот, собственно говоря, и вся пересадка. Пересадка-перевалка. Значит, поверх грунта я уложу вот этот мох. Он будет сохранять влажность грунта. Не будет так быстро пересыхать грунт. И корочкой не будет браться грунт. То есть, дольше останется рыхлым и воздушным. Надо заказывать опять этот кукушкиный меон. У меня вот закончился, а я прям так к нему привыкла. Ну, вернее, даже не я, да, а мои фиалки. Я просто вижу, как им хорошо. Следние штрихи будущей красоты навели. Значит, первую недельку кустик будет выглядеть вот таким вот потрепанным. Он будет немножечко болтаться. Это нормально. Я этот кустик не в тепличку, никуда не ставлю, потому что здесь хорошая была корневая система. Я ее не нарушала. Единственное, это сейчас поставлю на подоконник там, где прохладно. У нас уже весна, уже так вот солнышко хорошо днем греет. И, конечно, уже фиалки нужно притенять. Поэтому, поэтому такие фиалки, тем более, нельзя выставлять на подоконник, если там жарко. Ну, или же очень холодно. Вот так вот. Так, кому видео понравилось, обязательно ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Было ли вам полезно? Стоит ли записывать такие видео? На этом хочу пожелать вам, как всегда, всем всего хорошего, мира, добра и благополучия.